Начнём с того, что быть женщиной великолепно, прекрасно. Я бы не хотела быть не женщиной. Ну, я очень люблю там что-то чинить, паять, ещё какой-то фигнёй заниматься просто с детства. И, ну, это тоже нормально. Будь, пожалуйста, какой хочешь, но только не сильно. Всем привет! Вы слушаете подкасты «12 в 30» — еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие Дарья, это я, и моя дорогая коллега и подруга Диана. Привет! Сегодня у нас женский выпуск, женский состав. Данила, нет, как вы можете услышать. Да, никто не пошутил, прежде чем мы начали, поэтому мы будем сегодня вдвоём. И по этому случаю я предлагаю взять наболевшую женскую тему. Мужская аудитория сразу сейчас может отодвинуться. Ну, или послушать, если вам не безразлично. Да, вам тут тоже всякое будет интересно, на самом деле. Вот, мы будем говорить про разные ожидания людей, социальные конструкты и общественное давление, которые оказывают на нас, на женщин. Да. Не то чтобы мы жаловались и чувствовали себя какими-то жертвами, но есть просто ряд всяких моментов, которые сказываются на нашей жизни. И несмотря на то, что мы не страдаем от них, не переживаем, не плачем в подушку и не хотим, чтобы нас пожалели. Или когда-то мы об этом переживали, страдали, возможно, даже плакали, но сейчас уже выросли, проработали, заплатили человеку деньги, который бы нас наставил на путь истины. Вот, да. Но мы хотим это обсудить, чтобы, возможно, нашим слушателям и слушательницам что-то откликнулось. Вот такая идея. Такая идея. Начнём с того, что быть женщиной великолепно, прекрасно. Я бы не хотела быть не женщиной. Ты бы хотела быть не женщиной? Ой, я очень много об этом думала, на самом деле. И, типа, знаешь, в детстве мне казалось, что «Ой, вот я девочка, мне нужно будет рожать». А в детстве я думала, что, ну, относительно парня, что, блин, мне нужно будет точно служить в армии. И вот, не поверишь, я выросла и поняла, что и рожать, и служить, в общем-то, как будто бы не совсем что бы, как бы, обязательно. Вот. Но нет, сейчас я бы не хотела быть парнем. Я вот вообще никогда не хотела быть парнем. Единственное, в какой момент я задумалась, блин, если бы я была парнем, было бы классно, это когда ты понимаешь, что парням можно быть волосатыми. Девушкам тоже можно. Да, можно, но... Но от парней никто не требует этого. Никто не требует, да. И никто не снимает рекламы, как по мужской ноге скатывается шелковый платок и не цепляется ни за что, потому что эта рекламная интеграция могла бы быть какого-нибудь там станочка, например. Да, да. Не было такой рекламы. Если и была, то ее не показывали в нашей стране. Как бы это смешно ни звучало, понятно, что, вот, допустим, мой парень часто говорит такую вещь. Ну, никак, не часто, но один раз мы говорили об этом. Он сказал, блин, ну что ты, типа, нагнетаешь? Ничего такого сложного же нет, блин. Ну, побрилась. Ну, сходила там на лазерную эпиляцию. Я сижу такая, мой дорогой. Мой дорогой. В смысле, офигеть. Что значит ничего сложного нет? Во-первых, это неприятно чаще всего. Это больно. Во-вторых, лень. И дорого, да. Это вообще-то как бы денег стоит. То есть, условно, кому-то можно просто побрить лицо, а тебе нужно, не знаю, прыгнуть в чан с воском и потом ватманом обмотаться и вот это все себе стирать. Сохранить брови при этом. Конечно, да, и ресницы. Чтобы потом их еще подрисовать. Да, да. И вот, кстати, я бы хотела чуть предварить. Даша предложила эту тему, и первое, что я вспомнила, это сейчас очень сильно все обсуждают сериал в сети The Last of Us, вот, и именно обсуждают девочку. Что? Типа, она какой-то неприятной наружности. Не такой, как в игре, например. И вот о чем я думала в этот момент? Что, во-первых, ну, да, мне она тоже показалась сначала, ну, как бы, ну, типа, ладно, окей. Но в чем прикол? В том, что в игре эту девочку, эту девочку, очень сильно сексуализировали. Как часто. И кажется, да, вот ты взрослый мужик, например, да? Какой-нибудь сорокалетний. Чего ты до нее д**ался? Ну, типа, серьезно, тебе, неужели тебе не все равно? Это ребенок. Ей там по игре, по-моему, 12 или 13 лет, или даже меньше. Типа, какая тебе разница, красивая она будет конвенционально или нет? С каким вообще прицелом тебя это интересует? А то есть для меня это то же самое, как если вот, ну, типа, рассуждать на тем, трехмесячный ребенок красивый или нет? Да мне пофиг, ну, типа, красивый. Ну, ребенок и ребенок. Все дети красивые. Да, конечно, особенно мои. У меня нет детей, слава богу, пока что. Короче, это странно. Ну, то есть, почему вообще кого-то это должно волновать? И огромное количество срачей, на самом деле, в интернете. Ты говоришь, что она, типа, жутко страшная, что там какая-то не такая. И, типа, блин, это ужасно. Еще, что она хорошая актриса. Нет, это пофиг. И играла в «Игре престолов», кстати. Это тоже пофиг. Встретишься спустя миллиард сезонов. Да, я начала смотреть «Игру престолов» в первый раз в жизни. Поздравьте меня. Да, она себе понравится. Она там прям феминистка. Ну, короче, смысл в том, что это дико странно. Это прям очень странно. Или были еще всякие такие приколюхи с Гретой Тумберг той же, которую поносили условно не за ее какие-то идеи, которые она пыталась донести, а за ее внешность. То есть, если бы это было как-то более миловидное, девушка, никто бы так не говорил. Типа все бы такие, блин, ну да, как бы мы все свои права. Ну, как бы или не так критично к этому относились. Это, конечно, на мой взгляд, совершенно ужасно. Это, пожалуй, строится из такого концепта, что женщина в любом случае своим внешним видом так или иначе обязана кого-то ублажать. То есть, типа, от рада глаз. Мне даже, знаешь, кажется, что... Ну, да, во-первых, да, но мне кажется, что не столько даже вот ублажать, сколько соответствовать чему-то умозрительному представлению об идеале или о чем-то вот таком вот конвенционально правильно. Я больше имела в виду, что если ты вышла и хочешь привлечь наше внимание, будь добра быть симпатичной. А, ну да, конечно. Потому что мы смотрим не для того, чтобы получить информацию, для того, чтобы, ну, получить удовольствие, скажем так. Да. Да, внешность, пожалуй, раз уж мы с нее начали, давай с нее и продолжим. Внешность — это самый большой пункт давления. Я не хочу сказать, что на мужчин никто не давит. Конечно, мужчинам тоже там побрутальнее, отрасти бороду, даже если у тебя три пенька торчит. Слушай, вот одна из тех штук, которые, мне кажется, вообще несправедливо совершенно предъявляют парням, это рост. Да. Вот это вообще жесть. Я грешна. Тиндер — это просто какая-то платформа, ну, понятно, что там куча всякой фигни, но платформа дискриминации. То есть, типа, и вообще сам факт, мне кажется, в Тиндере это очень сильно видно, когда парни такие пишут, я там, Дима, мне 27, 185. Какая мне нафиг разница? Ну, в смысле, это та штука, которую ты даже не можешь себе исправить. То есть, ну, ты можешь накраситься, да, например, и выглядеть чуть-чуть симпатичнее. Побриться. Да, ну, а что ты сделаешь? Что они сделают? Стрепы наденут? Стрипы? Или как они там называются? Стрипы, по-моему, да. Стрипы наденут, чтобы быть выше или что? Ну, типа, это странно. Да, поэтому мы тут, короче, не говорим, что вот мы такие бедные, а вам ок живется. На самом деле, вся эта система очень сильно прокатывается и по парням, и по девушкам. Но, конечно, если говорить о статистике, то девушкам достается больше, потому что изначально весь этот порочный круг фигово работает. Я предупреждала, Даша, что я очень радикально. Я не против. Я не против. Мы здесь делимся своим мнением, своим переживанием, так что если вы с нами не согласны, пожалуйста, добро пожаловать в комментарии. А по поводу Тиндера ты сказала, я сейчас подумала, Тиндер это же тоже один из элементов давления. Типа, если ты не сидишь в Тиндере, значит, ты не ищешь партнера, значит, ты хочешь умереть одна с кошками. Но если ты сидишь в Тиндере слишком часто, слишком долго, ты превращаешься в ветеранку Тиндера. Я помню, общалась, я не общалась, я, как обычно, листала, значит, анкеты еще до того, как вступила в отношения. И там был парень, который в своей анкете написал, что ветеранкам Тиндера просьба не беспокоить. И мне было очень интересно, как давно он там сидит, не является ли он ветераном. Это вообще жесть на самом деле. Ну, то есть мне кажется, что... Ну, это очень странно. А кого вы там ищете? Ну, то есть Тиндер, это, ну, понятно, любые дейтинговые приложения для людей, которые, ну, как бы, им норм просто с кем-то познакомиться, куда-то сходить с этим человеком. Или что, ну, типа... Или знаешь, вот эта вот тема, что... Чтобы найти себе достойную девушку, достойные девушки в 10 часов вечера, они не в клубах, они дома с книжкой спят. И ты думаешь, ну да, врывайтесь в дома нахрен тогда. А что, какой выбор? Ну, то есть это вообще странно. А Тиндер, да, я совершенно согласна с тем, что ты сказала. Но, помимо прочего, это, типа, одновременно и хорошо, потому что у тебя есть возможность быстро с кем-то познакомиться, и это вот у тебя под рукой. Но, с другой стороны, это ужасно с точки зрения того, что вот просто представьте, что огромное количество людей буквально как будто на витрине перед тобой, и ты просто их смахиваешь, потому что тебе не понравился там ракурс фото какого-то. Или рост. Или рост, да. Или подпись. Или подпись, да. Такая жизнь, такая жизнь. Ну, короче, это дико всё странно, да. Неприятно, неприкольно, нездоро. То ли дело раньше. Приходишь в библиотеку, садишься и смотришь, кто какую книжку читает. Да, да. Вообще, я считаю, что образ женщины очень долгое время, сейчас с этим всё-таки полегче, но всё равно так или иначе как-то проскакивает. Образ женщины представляет с каким-то очень лёгким, неуловимым, такая порхающая бабочка, которая жалит, как пчела. Да. Вот. Ну, типа, что-то такое очень неуловимое, эфемерное, недостижимое, хотя мы все люди, мы устаем, мы можем плохо выглядеть, мы можем не хотеть быть вежливыми. Тут два варианта, знаешь, это либо вот такая лёгкая бабочка, порхающая, цветочка к цветочку, либо это как что-то такое, типа, знаешь, роковое. Фан-фаталь. Это же всякие, всякие там тропиканы, женщины, вот это вот всё. А что-то, обязательно что-то красное, обязательно какие-то ноги от ушей невозможной длины, типа, вот что-то типа такого. Среднего, как говорится, не дано, да. Ну, блин, не знаю, это всё стрёмно, на мой взгляд. Женщина-кошечка. Да, кстати, Женщина-кошка вообще жесть вот по поводу внешности тоже. Я смотрела большое количество интервью разных актрис, которые играли там типа во Мстителях, в каких-то таких супергеройских фильмах. И я видела, в частности, нарезку со Скарлетт Йоханссон, которая играла чёрную вдову. И почти в каждом интервью у неё спрашивали, как ей вот носить этот латексный костюм. И она такая, типа, да блин, вы серьёзно? Это всё, что вы хотите у меня спросить? То есть сидит там какой-нибудь Халк, у которого за все 300 фильмов два слова было сказано. Вы спрашиваете у него, как вот драматургия, да? Какой у вас стильный персонаж, типа. А у персонажа, у которого реально есть больший потенциал, есть какая-то предыстория, вот такие, типа, блин, ну вот, ну стринги там, скажи честно, ну вот не может, ну не может быть такого, что там типа не стринги, потому что видно, ну видно же всё. Вот. И девушкам ещё в этом смысле очень сильно достается. То есть многие прям хейтили, я немножко с поп-культурной стороны тут ещё скажу, многие прям хейтили, если вы смотрели, то вы узнаете, ставьте палец вверх, хрен его знает. Например, «Отряд самоубийц». Первую часть и вторую ты смотрела? Я только вторую смотрела, дичь полная. Вот. Вторая, на самом деле, чтобы ты понимала, что вот это дичь, но это в разы лучше, чем первая. И, короче, говорили, что это провал по той причине, что Харли Квинн наконец-то одели. Да, то есть, и это видно ещё в некоторых фильмах было, когда режиссёрки, сценаристки, ну, соответственно, девушки, женские персонажи не выглядят вульгарно, не выглядят так сексуализировано, как когда это снимают мужчины. Не во всех, конечно, я не говорю, что это 100% вот только так. На самом деле, и мужчины, посвятили огромное количество произведений женской красоте, о её недоступности, неосязаемости, как будто бы, но по факту вот так вот умеем, что умеем, получается. Ну да, да. Я, кстати, как-то давно смотрела интервью с Леди Гагой. Это была подборка интервью, в которых интервью раздавали неуместные вопросы. И её в интервью спросили, ну, вот вам нормально, да, что вы вот так вот выглядите, слишком как-то, ну, слишком сексуально, слишком откровенно себя ведёте на публике. И она сказала, блин, вот если бы здесь сидел мужчина, вы бы ему такой вопрос не задали. Я, типа, не то чтобы, ну, сейчас вопрос не о том, что я женщина, я, типа, рок-звезда. И я выгляжу как рок-звезда, и веду себя как рок-звезда. И сидел бы здесь рок-звезда мужчина, вопросов бы к этому не было. Но мне бы, типа, его задали. Да, и то же самое ещё было, видела фрагменты, очень тоже завирусившиеся, с Меган Фокс, когда ей сказали, там тоже сидел мужик какой-то, интервьюер. И он такой, типа, каково вам жить, когда в вас влюблён чуть ли не каждый мужчина планеты? Она такая, типа, ну, типа, ты дебил. Вот, она, по-моему, что-то, типа, такое сказала, ну, то есть, типа, идиот, просто в смысле, в смысле в меня влюблён. Ну, как бы, что это за бред? А он такой, типа, нет, я просто, ну, вот это вот всё началось. Но вообще, да, это очень сильно гринжово. Да ладно, это чё ты обижаешься? Нет, это, ну, как бы, это факт. Я же пошутил, да. Ты что, не понимаешь шуток? Фу, это меня уже начинает раздражаться до фигня. Да, да, да. Кстати, по поводу раздражения, тоже очень такой большой пункт, который часто предъявляют женщинам, что женщина должна быть спокойной. Хотя одновременно с этим говорят, что женщина более эмоциональна, чем мужчина, то есть, как будто снисходительной относится к перепадам настроения, но при этом от женщины ждут спокойствие, от неё не ждут агрессии, от неё не ждут защиты своих границ, не ждут раздражения каких-то психов. То есть, женщина, она априори всё принимает, всё понимает, всех за всё прощает и все шутки выкупает. Слушай, ну, это же классика про вот это вот, какая-то фраза какая-то была, типа, должна быть чего-то там, где-то там женой на кухне, типа, шеф-поваром и в постели проституткой, вот эта вот тема, да, и всё это в одном человеке. Леди на улице, хозяйка на кухне и в постели. Да, вот-вот, точно. Просто Билли Миллиган, просто буквально в одном человеке, ну, это просто жесть, конечно, да. А мужчина что? Мужчина-добытчик, всё. Одна роль. Ну, да, конечно. Ну, блин, по поводу раздражения, на самом деле, вот, с эмоциями, это прям, да, ну, то есть, я с этим прям сталкивалась. Во-первых, когда тебе говорят, не смейся слишком громко, потому что ты привлекаешь к себе внимание. Что-то как лошадь. Да, 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 должна выглядеть изящнее. А что ты сидишь нога на ногу? Ты что, типа, за барной стойкой? Угу. Слишком громко разговариваешь, ты слишком грубо отвечаешь, ты, типа... И получается, что по факту, условно, да, оправдание, которое я слышала от мужчин, это то, что... Ну, это у нас инстинкты. Типа, да, ну, вот я как бы... О чём мне делать, о чём мне делать, да. А девушки это всегда, типа, ну, ты как-то там, пожалуйста, ты контролируй это. Но при этом, если ты будешь слишком пассивной... Да. Это плохо. Да. Если ты слишком активная, это тоже плохо. Угу. Если ты, типа, импульсивная, это плохо. И если ты ни рыба, ни мясо, это плохо. Если ты слишком сексуальная, это плохо. Вот почему к тебе пристают мужики на улице, если ты не сексуально обетая? Фригидная. То ты не сексуальная, как же так? Да, ты просто фригидная, и, типа, ну, блин, жесть. Да, скорее всего, живёшь с кошками. Да, прикол вот в этих вот контрастах, что с одной стороны женщине предъявляют одно, но тут же это опровергается каким-то другим тезисом, что, так, почему ты не мать? Любая женщина должна быть матерью. С другой стороны, почему ты не работаешь и не реализовываешься, а сидишь дома с детьми? Ну, типа, вот эти контрасты. Да, и потом, типа, ты должна быть хорошей матерью, а что ты мне не уделяешь внимания? Типа, всё время ты с детьми чилишь? Мне вот плохо. Пошла бы до денег заработала, а что ты всё на меня, типа, складываешь? Да, такие штуки тоже есть. По поводу раздражения ещё хотела сказать, что в мужчине раздражение, злость, ярость, они воспринимаются как элементы мужественности, как элементы того, что он не тряпка, что он может за себя постоять. А женская агрессия, она часто пугает. Да, типа, ты истеричка. И я сталкивалась часто в своей жизни с таким аргументом, мол, когда ты ведёшь себя так, раздражённо, и проявляешь злость и ярость, типа, ты портишь мне условно настроение, ты портишь мой день, ты портишь вообще атмосферу в окружении, типа, зачем, почему. Или, допустим, я веду с кем-то спор, и в какой-то момент аргументы моего напарника начинают меня выводить из себя. То есть не потому, что он, допустим, со мной не соглашается, потому что то, что он говорит, меня злит. Это вызывает во мне как бы определённые эмоции. И он мне говорит, почему ты не можешь говорить спокойно? Я говорю, я не могу говорить спокойно, потому что я неспокойна. Я сейчас злюсь. И поэтому я говорю громко, на повышенных тонах. Хуже всего это в этой ситуации сказать, да успокойся. Типа, можно со всеми людьми говорить спокойно, типа, свои эмоции ставить. Но мне кажется, что почему людям так трудно понять, что если ты находишься в каком-то определённом состоянии, что вполне естественно для любого человека, тебе очень трудно его быстро переключить. Да и вообще это очень странная тема. Ну то есть никто не должен, ну как бы как, контролировать свои эмоции нужно, естественно, если они у вас там выходят из берегов, и вы просто делаете плохо другим людям, понятно. Но вы имеете право на их выражение в нормальном виде, не причиняя вреда кому-то. И вот тут такая тема, ты сказала про то, что портишь мой день своими какими-то взбрыками, истериками, капризами. Мне кажется, что всегда очень подходит вот это выражение, что женщина должна быть мудрой. Она должна быть терпеливой обязательно. То есть если кто-то что-то накосячил, ну неважно, тарелку разбил, изменил, другая семья. Женщина должна быть мудрой обязательно. Вот такой вот как бы вот ребёночек, да, неродилый, вот он как бы, да. Причина другая. Да. Вот. И как бы нужно ему делать скидку обязательно, ведь ну вот как вот, он иначе уже не может. И ты просто думаешь, блин... Мужчина голова, а женщина шея. Да, да, да. И ты думаешь, что, господи, в какой-то момент мне кажется, что женщины, которые живут так достаточно долго, они просто просыпаются и думают, блин, вот я потратила свою жизнь на то, что я на 90% сейчас закрывала глаза. Притворялась. Притворялась. Типа делала кому-то скидку, знаешь, типа на то, что он там что-то там... На то, что он полигамный, на то, что у него тестостерон, на то, что у него ещё что-то. И просто непонятно, кто ты за всем этим. Это стрёмно, да, это неприятно. Ещё же вот эта тема с манипуляциями, да, что некоторые тезисы вот про эту женскую мудрость, про там, про направлять, это же ещё немножечко про манипуляции, то есть нас как будто бы негласно учат манипулировать, но при этом женские манипуляции воспринимаются в обществе как что-то, как корень зла, не знаю, что мы все просто дочери сатаны. О, нет, мне больше всего нравится какая концепция, когда говорят, что, типа, тебе важно, сколько я зарабатываю. Ясно. Ты, типа, инфантильная. Нет, я просто не хочу жить с бомжом и обеспечивать его всю свою жизнь. Мне хотелось бы быть с человеком, который будет со мной наравне. И да, меня волнует, сколько ты зарабатываешь. Ну, типа, ровно в тот момент меня это начинает волновать, когда ты говоришь, давай, типа, съедемся, или будем жить вместе, или давай встречаться. Конечно, меня это волнует, типа, я не хочу... Или скинь мне денег в долг. Да, да, просто, типа, или давай сейчас ставочка сыграет, не сыграет, посмотрим, как дальше будет. Типа, конечно, не хочу жить бытовым инвалидом, типа, зачем мне это нужно? Кстати, да, про бытовую инвалидность тоже очень интересная тема, как проявляется давление в быту и в жизни, да, что женщины от нас априори ждут, что мы будем хозяйственными. Угу, с рождения. Да, действительно, есть женщины, которые, ну, вот в кайф, да, им все, у них все это получается, им это нравится, они абсолютно не против. Ну, вот я, например, базово не против вести хозяйство, да, а там, ну, что, уборка на мне, там, стирка на мне, погладить одежду для любимого, это тоже как бы несложно, это элемент проявления заботы, но при этом как бы я понимаю, что, ну, окей, а ты тогда деньги приноси домой. Типа, будем вот так разговаривать. Слушай, мне вообще кажется, на самом деле, ну, вот как бы, как, возможно, сейчас люди, которые меня слушают, они думают, о, господи, фемка сумасшедшая, я действительно феминистка, но я просто за абсолютный комфорт. Ну, то есть, если тебе комфортно, там, гладить, убирать, что что-то делать, если этому молодому человеку комфортно зарабатывать или решать какие-то проблемы в быту или что-то типа того, это ок. Если бы у вас было наоборот, и вам все еще было комфортно, это тоже ок. Ну, типа, я вот, например, не люблю готовить, поэтому я буду рада, если человек, который будет рядом со мной, он будет готовить, ну, я очень люблю там что-то чинить, паять, еще какой-то фигней заниматься просто с детства. И, ну, это тоже нормально. Но ровно как и мужчина, знаешь, это вот типа от женщины требует хозяйственности с рождения, а мужчина с рождения должен уметь чинить все. Ну да, вообще как бы не должен. Типа, почини кран. Ты же мужчина. С ренали, он вообще первый раз, он просто мыл руки. Ну, типа, в какой момент люди решили, что вот можно как бы взять и починить кран. Ну, типа, это же странно очень. Ну, я хотела сказать, что вот эта вся тема, да, с принятием на себя бытовых каких-то забот, она нормальна ровно до тех пор, пока от тебя не начинают этого ожидать априори. Да, конечно. Ну, ты же женщина, ты же хозяйка, ты же дом как бы должна задержать. То есть тут как бы начинаются уже проблемы. То есть я не против это делать, когда я это делаю по своему собственному выбору, но когда я вижу, что от меня ждут, я начинаю так сказать, так, ребят, давайте-ка мы тут остановимся и подумаем немножко, что я вам ничего тут не должна. Я это делаю просто потому, что вот я такая хорошая, но не потому, что я обязана. Ещё, знаешь, вот ты сказала, что обязана, и мне кажется, что это очень важная штука. Сейчас я попытаюсь это сформулировать. Короче, вот если ты делаешь что-то по дому, твой молодой человек должен понимать, что не стоит это воспринимать как должно. Если ты пришла домой, там, тоже после работы, ты знаешь, что он придёт после работы, но сейчас позже, и ты уже что-то приготовила, ну, типа, за это нужно говорить спасибо. Это не должно просто быть, вот как будто бы так и надо было. Типа, это не делают маленькие феечки, одни маленькие феечки протирают пыль или там убирают в ванной или готовят еду. Ну, то есть, это абсолютно нормальная штука. Если, условно, я там поздно лягу спать, например, и не успею погладить себе шмотки, мне погладят утром, и я смогу поспать подольше, я скажу спасибо за это, потому что человек ни хрена тебе не обязан вообще, никто тебе ничего не обязан. Вот, поэтому, ну, как бы, мне кажется, это стоит всегда осознавать. Ровно как они обязаны проявлять какие-то ухаживания, они обязаны быть милыми и вот этими вот всеми остальными. Да, кстати, на бытовом уровне проявляется же еще вот эта популярная тема про вторую смену, что ты, типа, отпахала на работе, потом пришла домой, и тоже начинаешь пахать. Я очень часто, знаешь, себя ловлю на мысли, типа, блин, зачем я этим всем занимаюсь, я же пришла с работы, я так устала, зачем я подметаю, зачем я что-то делаю. Скинуть это на какой-то аутсорс, да, условно там вызвать клининг или там заказать еду, что тоже как бы мы делаем, когда ничего не хотим, но как бы часто, причем это еще прикол в том, что вот я говорю о давлении извне, но часто на тебя даже никто не давит извне, но ты сама внутри чувствуешь вот это, ты как будто бы родилась, вот ты родилась с вагиной, и ты родилась с этим чувством, что ты кому-то что-то должна, потому что... даже вот, ну, да, я не отменяю этого факта, что ты можешь так чувствовать, я к тому, что я это ощущаю чуть-чуть иначе, а у меня это больше проявляется как какое-то чувство вины, потому что я привыкла так не делать, то есть я в целом, ну, как бы я живу одна, я делаю то, что мне хочется, если у меня есть силы, я там буду убирать, я хочу, я приготовлю, не хочу, я не готовлю, но когда ты живешь с кем-то, ты как будто бы, ну, типа, должен, хотя даже этот человек тебе не сказал, что ты должен, и вот у меня такое чувство, что если я это не делаю, значит, я какая-то, не то чтобы не такая, знаешь, а типа, ну, как будто бы вот что-то не так со мной, хотя по факту, что со мной может быть не так, я типа работаю, я зарабатываю деньги, и как бы, ну, типа, да, в целом, вот, но... Так и все хочешь спать и не брить ноги. Да, 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 и еще знаете что, вот вам маленький секрет, это холодно, холодно зимой ходить, а просто... С голой шопой. Да, просто с гладкими ногами, это реально холодно, ребята, если вы не задумывались. А еще знаешь, что это даже не то, чтобы холодно, но когда ты только побрила ноги, и тебе холодно, у тебя появляются мурашки, и вот эти микро-пенечки, они начинают подниматься, и твоя кожа такая, типа... Да, 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 это стрёмно. Да, это жесть, это жесть. Я вообще понимаю, что я очень много времени трачу на эпиляцию, меня начинает смущать, для меня это прям подвиг. Я в конце этого процесса, я реально говорю себе, Даша, какая ты молодец, спасибо тебе, завтрашняя Даша будет очень благодарна, Даша через неделю тоже будет тебе сильно благодарна. Слушай, ну у меня на самом деле, вот что касается всяких бьюти-штук, процедур, я понимаю, что это навязано, я понимаю, что это извне всегда, я понимаю, что никто не обязан это делать, но мне это просто, ну как бы мне так себя чувствовать комфортнее. Ну мне тоже, да. И когда я так сказала, вот подруга говорила, я ей тоже об этом сказала, она говорит, а ты не думала, почему тебе так чувствовать себя комфортнее? То есть ты не родилась с чувством, что вот с бритыми ногами я чувствую себя увереннее. То есть это очень тупо, вот представь, это то же самое, что сказать, вот я себя чувствую уверенно, только с бритой головой. Ну да, или без бровей. Там же такие же как бы волосы, да? Аргументы, да. Да. И я в какой-то момент такая взломость думаю, блин, а почему? Ну как бы... А, еще хотелось сказать, да, вот наверняка, наверняка есть человек, который слушает и думает, что иметь волосы на теле это не гигиенично. Сразу хочу привести тот же пример с головой. Если вы не моете голову, это не гигиенично, если вы ее моете, все в порядке. Да. Типа есть такое наитие, что просто нужно чаще ходить, да уж. Ну как бы да, да. В остальном все будет окей. Волосы это не гигиенично, ну да. Ну разве что те, которые в носу, не знаю. В носу тоже нельзя вот убирать волосы полностью. Конечно, защищают от микробов. Конечно. Ну ничего, ничего. Но мне очень веслят эти мужчины взрослые, которые пытаются этой машинкой так в носу себе. Это просто отдельный вид искусства. А потом ты вытираешь раковину. Это ужасно. Это просто ужасно. И господи, как я... Я, короче, жила же с родителями, и у меня старший брат и папа. И, блин, ты сталкиваешься с этим. Ну то есть, неважно, как они бреются, это, типа, станок или это какая-то машинка. Я все равно вижу эти маленькие, крошечные, миллиметровые волосы. И меня просто это ввергает вот в какое-то, типа, невероятное инфернальное бешенство и какой-то невозможный уровень брезгливости, потому что я очень брезгливый человек. И, типа, я это вижу и думаю, да тут... Потому что волосы... Иди на дело на улице. Ну в смысле? Да, это странно. Странно. Да, да, вычесываясь, я там, я не знаю, колтуны свои сбиваю. Ну, короче, да, неприятно. Да. Еще хочется поговорить про женский успех. На удивление, это тоже является рычагом давления на весь наш прекрасный пол. Типа, если женщина неуспешная... Слабый пол, я бы. Да, слабый. Если женщина неуспешная, то есть нереализованная, что я подразумеваю под успехом? Нереализованная, у нее там нет какой-то карьеры, никаких интересов, то она априори кажется скучной и, типа, если вспомнить, это клише из вот фильмов 60-х, да, типа, что она только сидит с детьми дома, а у него там 500 любовниц. Слушай, подожди, можно даже не так далеко уходить, можно привести в пример, я знаю, что ты этот фильм очень любишь, это «Дьявол носит прадо», где очень четко показаны две женщины, где одна это супер такая бизнес-вумен, у которой априори не может быть личной жизни, конечно же, она несчастлива в браке, у нее нет детей, из-за этого она тоже несчастлива, да, она просто всего лишь, кто там был главный редактор какого-то издания. Да, у нее уже было двое детей. Ну, типа, либо у нее не были, но как бы на протяжении всего фильма нам было понятно, что она на самом деле одинока. Да, несчастлива. Вот, что она несчастлива все равно, несмотря на то, что она суперавторитетный человек, у нее дофига денег и дофига возможностей, и она легенда, и чье имя будет вписано в историю. Конечно же, все люди несчастливы несчастливы в таком вот состоянии. И есть какая-то пришибленная такая девочка, которая такая, блин, я вот приехала из какого-то села, а ты знаешь, по принципу этих сериалов на «России-24», типа, с какой-нибудь хацапетовки, просто чисто случайно в большой город, вот, и она пытается жить жизнью вот этой вот супервзрослой бизнес-вумен, и понимает, что, ну, не мое это. Вот я выберу какого-то беспонтового бомжа, который мне весь фильм предъявлял за то, что я, типа, ему уделяю мало внимания, вместо того, чтобы самому как-то развиваться, он припускал меня все это время, типа. И вот я себя чувствую счастливой, вот, просто, вот, в смилом рае, в шалаше, вот, просто пару тугосерь, сидеть дома, это прекрасно. Я вот никогда не хочу... Пожаренный хлеб с майонезом. Да, не хочу никогда превратиться в эту женщину, которая вся такая холодная, типа, все такое прочее. Мне просто кажется еще, знаешь, ты сказала про успешность, что, ну, вот, оценочное осуждение об успешности той или иной женщины зависит полностью от того, какое понятие успеха у человека, который оценивает. То есть, если для него это условно статусности деньги, то, да, понятно, что ты должна быть карьеристкой. Но, заметим туда обязательно, что зарабатывать больше меня, это нет. Не-не-не-не. Конечно, нет, это хрупкое эго. Если успешность это, типа, вот, сидеть дома и быть классной матерью, то ты должна так делать. Ну, то есть, мне просто кажется, что самое фиговое в этом во всем это то, что ты как бы живешь, ты понимаешь, что ты обособленный человек, никому ничего не должен, типа, там, просто единица какая-то. И ты все время должен или ощущаешь какую-то незримую потребность соответствовать чьим-то представлениям о чем угодно. Так и есть. И это просто ужасно. Ну, то есть, типа, это стрёмно. Да, я говорила именно об этом, что если ты сильно успешная, это плохо, если ты не успешная, тоже плохо. Допустим, та же тема разворачивается в моем любимом сериале «Анатомия страсти», где там, ну, все хирурги, и женщина-хирург тоже, и вот у нее там и дети, и муж, и она как бы с этим конфликтом сталкивается, что, типа, да, у меня есть дети, да, я мать, я хочу реализоваться как мать, но при этом я очень много работаю, и если, типа, я там не хожу на школьные собрания, не участвую в волонтерских программах и не организовываю балы для детей в школе, то это не значит, что я там какая-то плохая мать или что-то еще, просто я работаю, у меня нет на это времени, я хирург известный, мировой, с премиями и так далее. Так и тут, да, и, кстати, очень рада, что ты разделяешь мой бомбеж по поводу «Я волнусь от Прада», вот у меня реально весь фильм бесил этот чувак, и я просто, типа, окей, допустим, повода стила, ты так себя преодолела, ты выросла просто на голову, он ее постоянно чмарил. Мне просто кажется, что проблема таких людей в том, что они понимают в какой-то момент, что их близкий человек становится от них дальше, не потому что, это вот, знаешь, типа, вот есть выражение, типа, это не я громко топал, а ваш пол скрипел, это не она, типа, куда-то там сгромоздилась, это ты до нее не достаешь и не достанешь, и проблема не в том, что она там дофига занята, проблема в том, что тебе нечем заняться, и в твоих комплексах не полноценности, а не в ее. То есть, потому что, если у человека все ок, ну, в данном случае, будем говорить, у мужчины, по примеру фильма, никогда он не будет думать о том, что ты как-то слишком успешна, ты слишком занята, слишком много зарабатываешь. То есть, почему это тебя вообще должно волновать? Если ты, ну, как бы, это очень странно, да, то есть, если мне не нравится, как человек, не знаю, там, общается, или вот как он себя ведет, вот условно, если бы тебе не нравилось, как ты его сейчас записываешь, что ты говоришь. Я не скажу тебе, прекрати говорить и записывать, я просто не буду записывать и говорить с тобой. Да, сейчас. Ну, это, конечно, невозможно, но в любом случае, то есть, не надо исправлять кого-то, уйдите от этого человека, не ограничивайте его ни в чем, да. Кстати, пока далеко не ушли от «Дьявол носит прада» и «Успешности женщин», есть еще тоже такой элемент давления, как стервозность. То есть, даже в самом «Дьявол носит прада» была фраза, когда она общалась с этим журналистом, и он сказал ей, типа, что «Миранда – это стерва». Она говорит, если бы мы говорили о мужчине, типа, вся его стервозность, да, условно, она бы пошла ему в плюс, а для женщины это, типа, всегда минус. И вот это вот «хайне стерв», оно тоже меня всегда бесит, потому что, ну, во-первых, само понятие стервозности весьма, ну, широкое и расплывчатое, но женщину всегда критикуют за то, что она ведет себя как стерва. А стерва – это просто, когда вас что-то не устраивает, но вы не понимаете, что, и у вас не хватает ума, возможно, сейчас попытаюсь подобрать слово, короче, когда у вас не хватает интеллекта и дерзости, чтобы ответить ей, так же, как ответить она может тебе. Вот это сразу стерва. То есть, ты вешаешь клише, и из-за этого это как будто снимает с тебя ответственность и позволяет тебе ничего не говорить в противовес. То есть, ты такой, ну, она стерва, это все. И ты как бы такой хороший, ты не уподобляешься ей, и что с ней говорить, если она вот такая вот? Ну, как бы. Это все очень тупо, потому что одновременно с этим типаж стервозной девушки очень сильно, опять-таки, сексуализируется. Потому что, да, есть куча сюжетов, куча фильмов, где показывают, как от хозяйки, от хорошей мамы, да, там, типа, вот, классно выглядишь девушке, которые успевают все, уходят каким-то, типа, таким секретаршем, а еще кому-то, кто, типа, тебя просто разнесет. Свежий глоток воздуха. Да, да, кто тебя по факту схавает и не подавится, но вот ты такой, типа, о, это guilty pleasure, я вот, я, да. Ну, да, получается, что эта женщина настолько классная, что ей очень трудно соответствовать. И поэтому используется элемент манипуляции, когда ты заставляешь ее думать, что она намного хуже, да, и вот этой изменой, как бы очень сильно ее самооценку рушишь. То есть, как-то так. Я вот сейчас подумала, что, в принципе, все, о чем мы сейчас говорили, можно было резюмировать одной фразой, а все, что мир, люди другие, да, какие-то, может быть, социальные конструкты когда-либо требовали от женщин, можно вот сказать так, будь, пожалуйста, какой хочешь, но только не сильно. Да. Да, не чересчур. И не так. Да. Чуть иначе. Желательно, да, как-нибудь по-другому. Как-нибудь по-другому было бы нормально. Как именно, пока непонятно, но ты там пока попробуй, но вот так точно не надо. Да, как-то так. Знаешь, что, и вот я сейчас только что поймала себя на мысли, что вот эти вот комментарии от мужчин, это как ужасно сратые правки от клиента. Когда тебе говорят, поиграйся шрифтами. Давайте добавим изюминки. Да, что-то как-то не очень, как-то сыровато как будто бы. Коллеги, давайте доработаем текст. давайте чуть как-нибудь, а вот что именно? Ну вот не знаю, ну вот как-то, знаете, нецепляющее. Вот нужно что-то другое. Тема не раскрыта. Да. Тема сисек не раскрыта. Получается, что так. Получается, что так. Ну, в общем, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, это наши идеи переживаний, это наш опыт. Мы ни в коем случае не транслируем его на всех женщин и ни в коем случае на всех мужчин, потому что, ну, как бы, мне, например, в жизни повезло встретиться с прекрасными мужчинами, которые все прекрасно понимают, ничего от тебя не требуют и как бы ведут себя, ну, вполне себе естественно и адекватно. Но это не исключает того факта, что эта проблема есть, с ней сталкиваются многие и женщины, и мужчины, и поэтому мы решили это обсудить, раз уж у нас сегодня Girl Power выпуск. А сейчас я предлагаю нам с тобой, раз уж нет Данила, интерактив взять в свои руки. Ну, женщины же любят брать все в свои руки. Конечно, но не слишком сильно. Да, но не слишком крепко. Вот. И пройти тест о том, какая ты принцесса. Да! Да! В нашей студии выходит второй сезон подкаста «Живу свою лучшую жизнь». В нем обсуждаем лучшие способы эффективной работы, узнаем, как бороться с ментальными расстройствами, зачем жить медленно, что наука знает о счастье и как слепая погоня за саморазвитием портит жизнь. Слушайте на всех популярных платформах. Ди. Да. Ну что, тест, какая ты принцесса. Я не знаю, на самом деле, здесь о каких принцессах будет речь. Походу, разберемся. Готова? Конечно. Поехали. Первый вопрос. Как вы относитесь к чужим детям? Ничего не имею против чистых и воспитанных детей. Люблю детей всем сердцем. Предпочитаю общаться с ними на равных. Боюсь, тихо надеюсь, что они меня боятся еще больше. И последний вариант. Терплю, но только если сидят тихо, очень тихо. Первый вариант. Чистых и воспитанных детей. Ну, конечно. Ну, ладно. Давай я тоже такое возьму. Второй вопрос. Чем предпочитаете себя порадовать на диете, если очень сильно хочется? Блин, а диеты-то мы не обсудили. Стакан воды. Диета же. Яблочко. Чашка зеленого чая позволит забыть об аппетите на время. Что такое диета? Бокал вина отлично подойдет. Ну, не могу сказать, что я вот прям не знаю, что такое диета, но, пожалуй, в своей жизни единственная диета, на которой я сидела, это была диета по случаю гастрита. Ну, я бы выбрала стаканчик, кружечку, точнее, зеленого чая. Угу. Вопрос номер три. Мужчина мечты должен быть. О, неужели? Хорош в постели, хорош с обою, близок по духу, интересным собеседникам, щедрым. Тут еще надо добавить, что мужчина мечты должен быть некрасивей обезьяны, да, как говорят? Да, да, конечно. Блин, очень сложно выбрать, потому что мне как бы, мне как бы, да, все, вот это интересно, ну, надо уж какой-то приоритет, да, вот, давай выберем приоритет. Пускай будет щедрым. Не люблю жадных мужчин. Я бы выбрала близкого по духу, потому что близкий по духу мне человек будет щедрым. Ну, да, да, логично. Хорош с собой, еще и хорош в постели, правильно? Да. Незнакомец на улице говорит, что нужна ваша помощь. Что вы сделаете в первую очередь? Поддержите и произнесете ободряющую речь. Что? Без оглядки броситесь на помощь, проверите документы, незамедлительно дадите пощечину, откажетесь помогать. Блин, ну, все зависит от ситуации. Я могу и помочь, могу дать и пощечину, могу проверить документы, могу броситься без оглядки на помощь. Слушай, всех этих вариантов, наверное, первый. Я вот тоже думаю, что если просьба адекватная, то я как бы помогу, конечно, но чаще всего у меня просят деньги на улице, поэтому я выберу откажусь помогать. Ты выбрала? Да, я выбрала. Как много времени вы уделяете своему внешнему виду? О, боже. Отдаю все свое свободное время. Обычно достаточно хорошо высыпаться. Не больше, чем нужно для соблюдения дресс-кода. Секрет. Намажу марафет только перед выходом в свет. Ну, блин. Это как-то странно. Я люблю высыпаться. Дресс-кода нет у меня какого-то, но словно крашусь я, когда мне нужно куда-то пойти. Ты знаешь, в принципе, уход за собой занимает все свободное время. Ну, тут еще нужно различать уход за собой и вот прям марафет. Марафет. Ладно, не больше, чем нужно для дресс-кода. Да. Много ли у вас подруг? Немного. Кого угодно подругой не называю. У меня много друзей среди женщин, мужчин, животных. Я человек дружелюбный. Друзей мужчин с годами становится все больше. Целый шкаф книг. Это мои лучшие друзья. В наше время доверять можно только матери. И то не всегда. Ну, я, пожалуй, возьму первый. Да, у меня тоже первый. Что вы ответите мужчине, если он спросит вас о вашем возрасте? Вы задаете бестактные вопросы. Правду. Почему бы и нет? Почему вы спрашиваете? Угадай. Не твое дело. Слушай, я не очень понимаю вот эту вот фигни, что нельзя спрашивать о возрасте. Ну, это как будто странно. Еще один способ давить на женщину, это что, сколько тебе лет? Мне кажется, типа, сам факт того, что этот вопрос как-то табуируется, вот это способ давить. Потому что ничего в этом такого нет. Я бы сказала правду, почему бы и нет. Согласна. Как вы относитесь к проявлению чувств на публике? Скорее положительно, безразлично, затрудняюсь ответить, скорее отрицательно, отрицательно. Скорее отрицательно. Мне не очень нравится, когда прям, знаешь, что вот... Соблеслю не сахаром, да? Ну, да, да, да. Прям жесть. Затрудняюсь ответить, потому что ответа нужного здесь нет. Вы любите яркий макияж? Да. Скорее да, чем нет. Затрудняюсь ответить. Тест, да, стал очень интеллектуальным под конец. Скорее нет, чем да, и точно нет. Да-да, почему яркий макияж нельзя не любить? Прекрасно. Ну, скорее нет, чем да. Я просто не пользуюсь. Прекрасный яркий макияж. Ну, я же как спрашиваю, люблю я или нет, а не крашусь я или не крашусь. Люблю, конечно, но не крашусь. Уже поздно. Свободное время вы. Сидите в социальных сетях, сладко спите, выполняете накопившиеся дела, общаетесь с друзьями, занимаетесь саморазвитием. Ну, конечно, конечно. Сладко сплю. Ну, наверное, да. Я сплю в любое возможное время. Да, согласна. Лучше вообще, что можно сделать. Какие ваши главные качества? Доброта и отзывчивость, скромность и мечтательность, красота и обаятельность, ум и целеустремленность, храбрость и хитрость. Я должна сказать, что у меня есть все эти качества. Возьму ум и целеустремленность. Я выберу либо предпоследнее, либо последнее. Храбрость и хитрость. Я хитрая. В общем, мне кажется, что я тоже немножко хитрая, но, знаешь, для меня эти качества как факультеты в Хогурте. Ум и целеустремленность. Да, это слабоумие и отвага. Это Гриффиндор. Что для вас этикет? Бессмысленные правила, моя обязанность, тяжкая повинность, возможность создать о себе правильное впечатление и нормы приличий, которые отличают нас от животных. Ну, пожалуй, да. Итак, какая ты принцесса? Я принцесса Турандот. Кто это вообще? Турандот? Интересно. Не знаю. Вы принцесса Турандот. Вас любят за интеллект и решительность. Но не торопитесь осуждать тех, кто пытается стать ближе к вам. Будьте чуть мягче и внимательнее к людям, тогда они ответят вам тем же. Кто это вообще? Непонятно. Но я узнаю об этом после записи. А вот что у меня. Вы не принцесса, а королева. О, Даша. Мне кажется, ты специально выбирала по такому. Вообще, я даже не знала, что может быть. Я думала, какому-нибудь там Жасмин, Ариэль. Вас любят за властность и прямолинейность. Многие восхищаются вашими поступками и, конечно же, эрудированностью. Совет. Не забывайте держаться достойно, даже если оказываетесь в неловком положении. Ну, слушай, прекрасный тест. Очень правдоподобный, я считаю. Да, на самом деле, да. Звучит прикольно, Турандол. Что-то такое экзотическое. Ну, что, как-то так. Получается так. Да. Так сейчас слушатели подумают, что женщин волнует только то, что им не разрешают делать. Нет, нас волнует еще много разных вещей. Вот если Даня, да, у него не получится как-нибудь еще раз прийти на запись, мы вам расскажем обязательно. Да, что нас парят. Короче, да, мы самые обычные люди, хоть и я королева Диана Турандот. Да блин, Турандот, это что такое? Когда блюдо кавказское. Ладно, прикольно звучи, прикольно звучи. Извините, я сожалею, но у вас Турандот. Я думаю, турецкое больше. Ну да, скорее всего. Я надеялась быть Покахонтас. Ну ты Покахонтас. Не Покахонтас, нет-нет, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Мулан, да, Мулан тебе больше подходит. Воинственная, верная. Азиатка. Азиатка, да, точно. Ну короче, вот такая история. Надеемся, что мы вас немножко повеселили. Пишите в комментариях свое мнение, как обычно, приглашайте нас на пикники и что вы там еще делаете в комментариях. Мы попробуем прийти. Если время будет, мы же работаем. Да, я там обещала одной девушке, что с меня 2К, тебе за кутю, кофе и газончик. Я помню, если ты дослушала до конца, я помню. Да, ну время, как говорится, деньги. Это самое, да. Ну все, будем прощаться. Получается так. Это был подкаст с 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. Из студии с вами были Даша и Диана. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok